Александр Владимирович, отчет Организационной комиссии. Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, соприседатель Организационной комиссии Рабочей партии России. Уважаемые товарищи, работа Организационной комиссии, как и работа всех Организационных комиссий, была нацелена на выполнение программы нашей партии. Ну и задача, так сказать, наша программа будет чем успешнее выполняться, чем, так сказать, прочнее будет руководящая роль рабочих нашей партии. Это приписывается и программа, и устам. И вот наша Организационная комиссия старалась реализовать это требование. То есть требование укрепления руководящей роли рабочих в Рабочей партии России. Ну вот здесь правильно же говорилось о том, что это, постановка вопроса не кажется странной, потому что в классовом обществе существует влияние на рабочих. Сами рабочие не всегда придерживаются своих коренных интересов, и поэтому есть тенденция эту руководящую роль сломить. Вместе со словом этой руководящей роли, отказом от нее, произойдет отказ и от борьбы за выполнение программы. А значит, не будет выполнена программа партии, а значит, не будет возрождена советская форма диктатура пролетариата. Поэтому вот это не пустяк. Будут у нас рабочие руководящие, так сказать, выполнять руководящие? Не будут. Это принципиальный вопрос. И мы готовимся к тем битвам, когда, вот представь себе, мы вот эту линию провели, и наш, значит, рабочий класс установил советскую власть. И как вы думаете, сколько сразу выполнят эту рабочую партию? И все будут доказывать полезность и, так сказать, незаменимость в качестве лидеров этого дела? Если мы сейчас не закрепим практику такую, что руководить должны рабочие, то уж после того, как победит рабочий класс и установит свою диктатуру, мы это никак не закрепим. Потому что столько будет всяких желающих и столько аргументов, и такой будет напор, что рабочим это просто будет не удержать. Вот это я говорю не, так сказать, не предвесхищая, а рассмыслив этот опыт, который был на самом деле. Почему так получилось, что как-то оттеснили? Последний акт этой драмы, это был 70-е годы, решение о том, чтобы на уровне секретарей партбюро производственных предприятий, так сказать, были люди только с высшим образованием. Это означает, что даже оттуда убрали и секретарей рабочих. А я уж не говорю, кто скажет, чтобы такой не генеральный секретарь или там секретарь республиканской партийной организации был рабочим. Были очень хорошие и нерабочие, потом очень плохие и нерабочие. Но вот дорожка от хороших и прекрасных нерабочих во главе партии к плохим, к нерабочим, а с тем самым упражнением рабочая партия России оказалась очень короткой и достаточно быстрой. Вот почему то, чем мы сегодня в организационной комиссии занимаемся при полном понимании и поддержке от всех других комиссий, имеет такое очень ключевое значение. Это залог будущего успеха, залог того, что после победы нам не придется терпеть поражение и биться за третью победу советской власти. Вот достаточно того, что надо возродить ее, эта программа, минимум нашей партии. И вот после этого уже идти к полному коммунизму, борясь со всеми влияниями, так сказать, мелкобужуазми внутри нашей партии, ведя эту внутрипартийную борьбу. Значит, тоже это выглядит в цифрах, как результаты этой работы и борьбы. Вот наша партия количества не выросла за год, она численно сократилась с 237 до 226 рабочих, простите, членов партии. С чем это связано? Это как раз связано с тем, что мы пережили, так сказать, такой наскок ревизионистской части нашей партии. Что поставили под сомнение? Подставили под сомнение именно руководящую роль рабочих. Да, первичных профсоюзных организаций. А если там не будет руководящей роли, то это рухнет весь фундамент для того, чтобы рабочие выполняли руководящую роль на всех остальных уровнях партийной организации. Вот туда был нанесен удар. И надо сказать, что в Рокационной комиссии пришлось применить некоторые такие особые тактические приемы, чтобы, используя устах, которые мы имеем, освободиться. Потому что там тоже были ссылки на устав, а кто это скажет, что мы нарушаем всяческие группы устава. Даже самые злостные нарушители будут всегда приказаться уставом, какими соображениями. И что мы сделали в этом плане? Мы, значит, атака пошла в первую очередь в Нижегородской организации. Мы, значит, видите, провели такое образование. И, так сказать, Орбюро по инициативе Организационной комиссии такое решение приняло, что надо рекомендовать рабочим, часть рабочим из Ленинградской партийной организации. А вы это знаете, у нас такая собирательная организация, собирающая всех-всех членов партии по всей Руси Великой. И встать на учет в Нижегородскую партийную организацию. Мы это быстро решили, нашли полное понимание у товарищей из Самары, у товарищей из Перми. И у нас действительно теперь организация очень прочная. И вопрос о том, сохранится там эта руководящая роль, не сохранится. И вообще, сохранится Нижегородская партийная организация или нет, больше не стоял. Но, когда вот в нашем составе из 14, из 6 рабочих, стоящих на прочных позициях, то все. Всем ничего уже не ставалось делать, которые вроде как по чистности даже приблагодарили. И некоторые из них были рабочими в нашей Нижегородской организации, которые выступали против вот этого принципа. Выяснилось, что эта болезнь не только Нижегородская партияная организация, а это вообще естественная болезнь всякой партии рабочей. Что внутри нее обязательно будут биться за то, чтобы, так сказать, отстранить рабочих от власти. Потому что, если такая перспективная партия, то, видишь, она к власти придет, в том числе и к личной власти. Да, к личному благополучию. Этот момент всегда будет присутствовать. И за этим надо очень внимательно следить. И вот в Московской организации мы такую тоже операцию проделали. Причем у них не было особого большинства. Что пришлось делать? Пришлось нам от имени Оркбюро такая, обратите внимание, как правило, поручить Московской партийной организации решить вопрос об исключении. Никакого устава не нарушили. Вопрос об исключении решает не Оркбюро. Но поручить-то мы можем. И это вот авторитет Оркбюро был достаточным для того, чтобы, значит, московские товарищи наши, сторонники партийной линии, даже если они там были не очень в большинстве, вот это очень твердо провели. А те, вот тоже, так сказать, видимо, рассчитывали на то, что они несут сумятицу и как-то получат поддержку, были обескуражены и ушли сами. Ушли, правда, что-то они собирались создавать, естественно, ничего никто не создали. Потому что нет корня этого. Вот возле рабочего, если ты, так сказать, рабочей партии, рабочего косяка собираешься, есть перспектива. Если потерял этот, так сказать, корень, ну тогда надо идти в какую-то мелкуюражную партию, а заново сейчас уже ничего не создашь. Вот этих товарищей нет, которые на своем, на определенном этапе несли свой положительный вклад в работу партии. Так что, тем самым, мы, между прочим, проверили, а как у нас устав, как у нас программа с точки зрения того, чтобы обеспечить условия для руководящей роли партии. Позволяет. То есть, только надо, так сказать, уметь использовать этот устав. То есть, сама все буквы устава никогда все случаи не преусмотрят. Тут нужна смекалка, тут нужна продуманная линия. Ну, я надеюсь, что урокомиссия с этой задачей справилась. Значит, вот, и поскольку мы поставили такую задачу укреплять руководящую роль рабочих в партии, то накануне съезда, если вы обратили внимание, мы отправили письмо за подписью двухсотредседателей комиссии в партийной организации вообще с рекомендацией избирать секретарями комитетов рабочих. Ну, вот у нас это давно было, и как-то даже, вот, наверное, Владимир Владимирович, а зачем писать такое письмо? Я и так... Ну, а вот в Ленинграде такая сложилась практика, что там никак не находилось рабочего, но никак не находилось рабочего, который мог бы возглавить организации. Всегда были как-то рабочие не готовы. Вот я и думаю, если уж они не готовы сейчас, то как они будут готовы после победы в диктатуре Патриата, когда надо массу вопросов решать, а они уже не готовы. Ну, тогда точно не надо рабочего в секретаре. Я не хочу сказать, что все так просто. Разумеется, это не просто. Потому что, значит, может возникнуть ситуация, когда рабочего перевести, значит, на постоянно освобожденную работу и сделать нерабочим очень даже хорошего рабочего. И что из этого выйдет? Вот это осталось нерешенной задачей у нашей партии, я не имею в виду, партии Ленина и Сталина. Много очень замечательных рабочих, стали работать в партийном аппарате и перестали быть рабочими. Вот нам сейчас надо научиться, чтобы вот рабочие оставались рабочими, были секретарями, и в то же время работа не завалилась. А это что означает? Что нужно иметь много замов, в том числе интеллигентов, которые привыкли работать с бумагой, вести точный учет и так далее, бумажный. Ну, секретарь, конечно, все это контролирует, сам проверяет. То есть, помогаете, дорогие товарищи интеллигенты? Освенняем. Вот, помогаете, разумеется. Но к чему помогаете? Помогаете руководить. Не вы руководите, помогаете рабочим руководить. Вот в чем задача. Это значит, отчасти выполнять некоторые руководящие функции. Но, тем не менее, помогать руководить. Вот, я бы так и сформулировал. И я очень рад, что в Ленинградской партийной организации свершился исторический факт. Последний раз секретарем партийной организации был Сергей Петрович Петров. Вы знаете, был такой товарищ притарского завода. Он давно ушел. Но те, кто постарше, знают это дело. Из партии так случилось. И вот после этого, как-нибудь не могли найти рабочих. Шабасов тоже, конечно, был. Вот теперь я надеюсь, что это введется во всех наших организациях. Это практика, что секретари Анил будут рабочие. И это не будет больше вызывать вопросов. Не будет больше вызывать вопросов. Значит, если мы возвращаемся к тому, что произошло с нашим численным составом. Да, численность нашей партии сократилась. Ввиду откола части антипартийцев. Было 300. 237, стало 226. Но численность рабочих возросла, пусть ненамного. Это означает с 35 до 42, что доля рабочих партий увеличилась на 3% пункта до 18%. Пока еще не очень здорово, но тенденции позитивные. И главное, что тенденции позитивные не сама собой реализовывались, а благодаря работе партии. Отмечу, что если брать возрастной состав партии, около 50% членов нашей партии моложе 40 лет. Такой партии определенное есть будущее. Определенное есть будущее. Но до 50 лет тут уже все. Тут уже это 80%. То есть я очень ценю ветеранов и очень рад видеть в нашем зале, в качестве делегатов в том числе, людей, которые были очень деятелями нашей партии. Вот Владимир Михайлович Кудрявцев, Александр Сергеевич Казенов, Василий Иванович Шишкарев. Они здесь, они с нами. Но я думаю, что они очень рады видеть, что в составе нашего съезда и в составе нашей партии преобладают люди до 40 лет, у которых большая перспектива борьбы. И они, конечно, эти люди возьмут все ценные, весь этот положительный опыт и продолжат дело, которое начали учредители партии. Значит, вот хочу отметить, что, наверное, наша партия единственная, в которой весь бюджет с расходной части используется для того, чтобы обеспечить деятельность, так сказать, рабочих организаций и обеспечить условия для того, чтобы рабочие могли участвовать в заседаниях Российского комитета рабочих и в съезде. Потому что вот все основные расходы, да не все, не только основные, а все без исключения расходы, как раз осуществлены на оплату билетов, проживания членов партии, участников РКР. И мы оплачиваем, как правило, кого? Рабочих. Нерабочие пока имеют возможность, и как-то так сложилась такая практика, приезжают за свой счет, приезжают. Это тоже понятно, что вот все, что собираются, мы направляли на рабочих. И это очень правильно, потому что как-то получалось в КПСС совсем по-другому. Собирают в том числе и с рабочих, а потом, значит, черные Волги, самолеты, гостиницы, все для нерабочих. Вот с этой практикой мы решительным образом покончили. Может, даже некоторые товарищи обижаются. Как же так, я вот тоже приехал, я вроде, так сказать, я при Василии, а они вот сто раз просят, рабочего не рабочие, если не рабочие, сто раз, так сказать, взвесит и оплачивает или не оплачивает. Вот это вот надо так, чтобы вот очень с большой неохотой и с большой тщательностью проверять финансирование рабочих. Потому что, как показывает практика, очень легко скачаться на обратную дорогу, что на рабочих все время денег не находятся. Вот КПСС не находилось. А вот у нас, наоборот, левиные доли наших партийных расходов, партийных средств используются для обеспечения партийной деятельности рабочих. Я считаю, что большое достижение, и это тоже ценные завоевания. Уважаемые товарищи, вот основное содержание нашей работы, я имею в виду организационной комиссии и организационной работы всей партии, наверное, нам очень многое предстоит сделать. Понятно, что вот здесь уже говорилось о том, что нет ни одной первичной партийной организации, мы иногда называем первичной организацией московской, меградской и межгородской. Вообще, по смыслу первичная партия организации – это организации в рамках производственного предприятия. Вот у нас пока нет ни одной первичной партийной организации, ни одного производственного предприятия. Это большая проблема. И это не вина членов нашей партии. Я не думаю, что Валентин Владимирович и любой другой товарищ наш не рассказывают своим товарищам о том, что есть партия такая, что надо встать в отряд. Что неужели это вот Кальве-то нужно, чтобы вот только вот ему нужно, чтобы там вот рабочий день был шестичасовым или Сонина, только вот ему нужно, а остальным не нужно. То есть это, конечно, некоторая такая проблема рабочего класса. А не партии нашей. Мы это готовы, мы зовем, мы даем пример, несем жертвы определенные. Вот это известно тоже, что уж прямо так всех на руках носит. Не доставится по головам нашим членам партии, когда они идут такой работы в коллектив. Но пока рядом не встают. Значит, наша задача какая? Ну, продолжать эту работу. Продолжать эту работу, но видеть, какую мы должны решить цитру, какую решить задачу. Все-таки создать первичную организацию. Когда будут такие первичные организации, значит, в организационном плане появятся у нас опорные организации. То есть хотя бы в одной организации региональной, Московской, Ленинградской или Нижегородской, будет большинство рабочих. Я думаю, что, мне кажется, Нижегородская организация проще решить задачу. Ну, так вот. Но пока еще она не решена. Ну, и тогда вот, наверное, мы сможем решить и все остальные задачи. Вот поэтому мы в организационной комиссии призываем развернуть нашу всю остальную работу на то, чтобы была учтена задача привлечения рабочих. Мы видим первый опыт, прекрасная газета «Рабочее дело», где, наконец, на огромную, на целую полосу портрет рабочего. Да, и это вот начало только. Никто так больше не делает. Все время портрет одного лидера, другого лидера. У нас тоже лидеры, но рабочие. Это особенность рабочей партии России. Надо подумать о том, как сделать так, чтобы раздачников газеты, распространителей, тоже связывались с рабочей партией России. Потому что сейчас это неизвестно, кто раздает. Может, за деньги раздает. Спрашивают. Ищут, ищут. Где же это? Даже я вот получаю от нас газету, читаю, что есть такая партия, и думаю, как бы с ней связаться. Так вы уже из рук члены рабочей партии получили это дело. Мы-то ведь это не заявляем. Значит, надо подумать об этом заявить. То есть, короче говоря, если мы знаем вот эту задачу, то я совершенно убежден, что инициатива наших товарищей подскажет, как ее успешно решить. И давайте на этом поприще развернем соревнования, как укрепить руководящую роль рабочих нашей партии, и как привлечь новых рабочих, особенно с крупных производственных предприятий, фабричных, заводских, в нашу партию. Вот на этом поприще нужно соревнование. И организационная комиссия тоже несет свою лепту и в организацию. Спасибо. 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 Спасибо.